Глава города Сергей Бердников провел очередную встречу с представителями трудовых коллективов Магнитогорска. На сей раз о проделанной его командой работе градоначальник отчитался перед работниками социальной сферы, педагогами, тренерами спортшкол, медиками. Самые яркие тезисы этой встречи в сюжете Елены Тимофеевой. Большинство перемен, происходящих в городе, присутствующим в зале, хорошо известны. Гости встречи – работники социальной сферы, видят их на своих местах. В детских садах в стопроцентном объеме завершена замена старых окон на пластиковые. Следующий этап – установка в дошкольных учреждениях новых заборов и ремонт площадок. Вот два года я могу точно сказать, что садики получают достаточно средств на свое, вот на ведение своей повседневной деятельности. Потому что, когда я читал, честно говоря, вот это черное-белое, да, когда писали, что в садике собирают деньги на мыло, на туалетную бумагу, на моющие средства, потому что нечем буквально в садике вымыть ни пол, ни стены, там помыть ни стекла. На самом деле это все не соответствует действительности. Программа по замене окон из садиков перекочевала в школы. В 35 образовательных учреждениях до конца нынешнего года установят 4 тысячи пластиковых оконных конструкций. Уже известно, что в следующем году на реализацию данной программы будет выделено 90 миллионов рублей. Сегодня мы в школах, хочу сказать, впервые, наверное, первый год, когда мы закрыли потребность в учебниках. В общем-то, вот если взять год назад, у нас 50% родителей покупали учебники в начальных классах. Подумали власти и о досуге детей, на базе городских центров работает много бесплатных секций. Заторнув тему медицины, глава отметил, поликлиники и больницы города нынче находятся в областном подчинении. В вопросах ремонта и переоснащения – приоритет у детских медучреждений. Полная поддержка области, пошло оборудование новое, пошли средства на ремонты. Поэтому я думаю, что мы за год-два вот детскую больницу, детский наш центр в целом. Сейчас мы создали центр детский, обобщили все, то есть он будет изменен. В рассказ о том, что дороги в Магнитогорске сегодня одни из самых качественных, глава города в этот раз не углублялся. Победив ямы и неудобные трамвайные переезды, теперь его администрация будет бороться с дорожными пробками. До конца года хотим попробовать, внедрим на двух перекрестках, это самых загруженных, на Завинягина, по пересечению с Ленина и Карломаркса, умных светофоров, которые будут в зависимости от наличия автомобилей перед светофорами, сами регулировать и менять диапазон горения того или иного сигнала. Как и все подобные встречи, общение с работниками социальной сферы продлилось больше часа и не ограничилось монологом Сергея Берникова. Гости смогли задать городначальнику интересующие их вопросы.